Мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Во-первых, я напросился сам. Меня никто не звал. Я сказал, что я хочу озвучить главного героя Кота Винсента. А мне сказали, а ты не сможешь. А я сказал, а я смогу. И приехал на пробы в студию звукозаписи и озвучил Винсента. Я с удовольствием озвучиваю мультфильмы, потому что их смотрят мои дети, и они очень радуются, когда слышат мамин голос. Позвали озвучивать, потому что я много мультфильмов озвучиваю, и, видимо, моя способность говорить. На разные голоса очень пригодилась. Дорогие мои юные зрители! В основном это для вас. Я вам желаю хорошего просмотра, потому что это очень увлекательно. Отправляйте свое путешествие вместе с Котами Эрмитажа. Приятного просмотра! Спасибо! Что вы знаете про Котов Эрмитажа? И как вам идея снять про них мультфильм? Идея великолепная. Снять и про Котов, и про музей. Идея потрясающая. А до этого я не так много слышал о Котах Эрмитажа. Надеюсь, с этого момента мы услышим о них больше. Мне кажется, это классная идея. Если честно, не так уж много слышала, но первая идея, что сами Коты Эрмитажа уже забавная. Поэтому мы решили не пропускать такую прекрасную премьеру. Очень приятно, что это фильм для семейного просмотра. Поэтому мы сегодня пришли сюда с детками. Я знаю, что эта история основана на реальной истории. То есть там есть кошки, которые еще современные Екатерины II охраняют картины. И мне кажется, это классная идея привнести такой некий исторический подтекст. Я понимаю, что это полностью вымысел, то, что мы сегодня увидим. Но так или иначе, мне кажется, это классная идея обратить внимание, что есть кошки, которые живут в Эрмитаже уже столько веков. Я знаю, что да, есть коты, которые живут в Эрмитаже, но не прямо там, где художественные объекты, а где-то в подвалах. И есть прототипы действительно вот этих вот героев, которые живут в подвале Эрмитажа. Что вы слышали про котов Эрмитажа и как вам действия про них мультик? Мы слышали, что это прекрасный, добрый мультфильм, поэтому мы сегодня решили непременно прийти на эту премьеру. Кот в Эрмитаже это легенда, поэтому очень классно, что они теперь запечатлены и в мультфильме. На самом деле я только сегодня узнал о том, что в Эрмитаже на самом деле есть коты, которые ловят мышей. И их там какое-то прям неимоверное огромное количество. Поэтому для меня сегодня было прям открытие года, наверное. Вообще ничего не знаю про котов Эрмитажа, сейчас буду только смотреть. Про котов Эрмитажа я услышала только вот недавно, когда начали рекламировать этот фильм. Я узнала, что по-настоящему есть такие коты, они живут в Эрмитаже в Питере. Их всего 50 штук. Я когда начал, уже мы начали с ним озвучивать этот мультик, я узнал эту легендарную историю. Что представляешь, есть в музее в Эрмитаже коты, которые охраняют картины от мышей. Коты – настоящие знаменитости и легенды музея. О них пишут книги и снимают фильмы, а туристы со всего мира выстраиваются в очередь, чтобы их погладить. Животные официально оформлены в Зимнем дворце с 18 века для ловли крыс. Кстати говоря, в Санкт-Петербурге даже отмечается ежегодный день Эрмитажного кота. Они, кстати, получают зарплату, на которую им сокупают корм. Так что коты Эрмитажа – это реальные существующие питомцы. Правда, не в качестве элитного, усатых-восатого отряда, как в мультике, а как неотъемлемая часть музейной обстановки. Хотя котам в Эрмитаже очень даже хорошо, все они будут рады обрести новый дом и хозяев. Поэтому в Эрмитаже можно пройти собеседование и забрать себе дворцового котика. Как вы думаете, за какую цену можно забрать себе Эрмитажного кота домой? Вы знаете, мне кажется, дружба бесценна. Эрмитажный кот, он, скорее всего, становится своим другом, поэтому, я не знаю, наверное, цена определяется каждым человеком самостоятельно. Я, честно, люблю спасать с улицы котов, поэтому я кому-нибудь оставила другому эту классную идею. Мне кажется, 100 тысяч примерно стоил какой-нибудь котик маленький. Тяжело предположить, мне кажется, очень-очень дорого, очень много миллионов. Я вообще, честно говоря, люблю собак, поэтому ничего не могу сказать о том, сколько бы я за кота отдала денег, не знаю. 5 тысяч. 5 тысяч рублей? 5 тысяч рублей. У каждого, наверное, она будет своя, каждый решит, сколько он может заплатить. Если это прям какой-то очень крутой кот, то, мне кажется, тысяч 300, он нормально будет. За какую сумму можно забрать к себе домой Эрмитажного кота? Ну, слушай, как говорится, если никто об этом не узнает, то можно и за бесплатно. Правильный ответ – бесплатно. Вот, видишь? Оказывается, даже если кто-то узнает, то можно за бесплатно. Были ли смешные моменты или сложности на озвучку? Смешные моменты были не сложности, наверное, в том, что мое представление о героине, что она разговаривает низким, таким размерным голосом, не совпали с видением режиссера. Меня просили говорить достаточно высоко. Сложностей было полно, потому что я никогда в таком формате не звучал мультик. И самая главная задача режиссера была, чтобы я не был, мой голос не был похож на мой. То есть я разговаривал другим голосом. А ты можешь другим голосом поговорить? Ну, попробуй. Не знаю. А я могу котом Винсентом, смотри. Меня зовут Винсент. Эта история начинается с заброшенного острова. А еще я могу вот так. Всегда есть и смешные моменты, и сложности. Иногда смешные моменты связаны со сложностями. Иногда сложности со смешными моментами. Все это в работе есть обязательно. В мультике кот и крыса подружились. А у тебя перерастала вражда в дружу? Да, перерастала. У меня так с двеноклассниками было. Я когда в другой класс перешла, вот меня все очень ненавидели, потому что я была популярной в школе, со мной подходили фоткаться. Ну и меня все не очень любили в классе. Сейчас вот мы уже год с ними проучились и очень хорошо со всеми дружим. Были случаи, когда девушки воспринимали меня недружелюбно, но потом я обещала их в том, что можно дружить, и мы классные друзья. Такое случалось, да. Была подруга, с которой я очень сильно поссорилась, но вроде бы мы сошлись дальше характерами, и мы теперь хорошо дружим. У вас перерастала вражда в дружбу? Да, я со своей лучшей подругой в университете. Сначала очень сильно поругалась, мы даже подрались, а потом подружились. Конечно, это имеет место быть, мне кажется, один шаг. Сегодня ты не дружишь, а завтра что-то случилось, и вы друг друга подержали, вот вы уже дружите. Часто бывает лучше подруги сначала с первого взгляда не взлюбили друг друга, а потом дружат всю жизнь. Главные герои кот Винсент и крыса Морис спасаются с тонущего корабля. Они случайно попадают в Эрмитаж, где действует знаменитый кошачий отряд по защите произведения искусства. Винсент мечтает обрести кошачью семью, но не хочет терять своего лучшего друга, который спас ему жизнь. Но элитные коты заставляют его съесть крысу. Винсенту приходится спрятать друга, но сложность в том, что Морис обожает грызь шедевры живописи. Ситуация выходит из-под контроля, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества, Мона Лиза, сгрызть которую мечтает всех крыс, в том числе и Мориса. Полакомиться Мона Лизой! Я войду в истории! Герой-мыш мечтает сгрызть картину шедевра Мона Лиза. А у вас есть какая-нибудь забавная, смешная мечта? Может, уже исполнилось? Слушай, у меня была одна мечта, которая совсем недавно исполнилась, потому что я очень давно мечтал запеть, и вот, собственно, буквально три дня назад, 16 марта, у меня вышел первый трек. Но Мона Лизу я видела и говорить не хочу, но если бы мне ее подарили, я была бы счастлива и богата. Я очень хочу попасть на концерт K-pop, это на Blackpink, она мне очень нравится, она пока что не исполнилась, я очень это хочу. Я хотела служить на подводной лодке, когда я была маленькая. Я певица, пою и мечтаю выпустить классную песню в ближайшее время. Мне кажется, вообще нужно смелее мечтать, потому что действительно самые сумасшедшие мечты иногда осуществляются. Герои внуждают предать своего друга. А у вас были безнадежные ситуации? Вы знаете, слава богу, я никогда не предавала. Были случаи, когда предавали меня, но я прощала. Предавать в любом случае нельзя, всегда есть выход, поэтому надо просто подумать. Иногда терпение, и все, и у тебя все получится без каких-то плохих последствий. На самом деле безвыходных ситуаций не бывает, всегда очень много вариантов их разрешения, поэтому нужно просто выбрать правильно. Сложно всегда просто выбрать правильно. Мультики-герои вынуждали предать друга, а у вас были безвыходные ситуации? Ну, мне кажется, из любой ситуации есть выход, но продавать друга точно не нужно. Вообще здорово, когда в безвыходных ситуациях ты оказываешься рядом с хорошими людьми, которые тебе готовы помочь. Поэтому мы рады, что у этих котиков есть такие замечательные друзья. Главный герой влюбляется в элитную египетскую кошку, а у вас была безнадежная любовь? Ох, это не ко мне вопрос. Нет, у меня была симпатия безответная, к сожалению. Мальчик отвечал мне взаимностью, но, слава богу, это было очень давно. Мне неправда. Нет, слава богу, моя любовь всегда дарит мне надежду, и все хорошо. Была такая первая грустная любовь, но не безнадежная. К счастью, у меня любовь всегда взаимная. Я очень сильно люблю Полину Гагарину, но она меня не любит, и поэтому мы просто вынуждены показывать тем, что мы друзья, а в тайне мое сердечко каждый раз, когда ее видит, говорит тук-тук, тук-тук. Режиссер фильма Василий Роминский не оставил котика Винцента без любви. Наш герой, пока спасает крысу, умудряет влюбиться в кошку из египетского зала. Да-да, а что из этого получится, будет показано в кинотеатрах по всей стране. Ну а с вами были ТВ-детки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, VK, Telegram и оставайтесь в курсе самых интересных событий. Всем пока-пока!